Мои дорогие друзья, сегодня у нас с вами репортаж из будущего. Как говорится, гости из будущего прилетели к нам с вами. В общем-то, я решила сделать обзор новостей науки, техники и цифровизации. Поехали! Что ж, друзья мои, это, конечно, поразительно, невозможно в это поверить, но Терминатор, как говорится, уже не тот. К нам пришли добрые роботы, которые решили посещать концерт и принимать участие, становиться певцами. И вот уже Надежда Баткина устраивает грандиозный концерт вместе со своим коллегой-роботом, который поет нам песню про Родину. Поразительнейший концерт прошел в Санкт-Петербурге, получил фурор. И меня, конечно же, удивляет и умиляет, как никто не понимает вопрос о корректности действия сие. Как говорится, вообще, извините меня, но если артист стоит на сцене, исполняет какое-то произведение, то, в общем-то, он, во-первых, имеет профессию, он на это учился, он получает за это гонорар, он делится какими-то эмоциями с залом. То есть здесь много каких-то этических, как говорится, вопросов для обсуждения можно поднять. Однако нам ставят какого-то робота, который гонорар не получает, который не имеет им ни фамилии, не есть артист, не признанный артист. Он поет, и он выступает, и ему аплодируют. И вообще, что это такое, как говорится? Меня вообще, как всегда, удивляют люди, работающие на систему, поддерживающие все эти внедрения и абсолютно тупо игнорирующие основную проблему. Они не понимают, что их не будет скоро, их не будет ни через 10-20 лет, их не будет через несколько лет буквально, а роботы будут петь, они будут журналистами, они будут врачами, они будут теми же учителями. И все те, кого сейчас эти роботы начинают вытеснять, никак этому не препятствуют, а на ура это воспринимают. Я не знаю вообще, как это возможно. Ну, то есть вот я, например, блогер, я вещаю на ютубе, и я яростно сопротивляюсь тому, чтобы на ютубе вещали какие-то искусственные блогеры, ненастоящие, да, сделанные нейросетями. Я возмущена, я против. А они за, они за то, чтобы их же заменяли роботами. Не будем останавливаться на этой новости, продолжим. Идем к новостям цифровизации и технологического прогресса наших с вами железных дорог и вообще транспортов. Вот в России появится возможность посадки на поезда и приобретения железнодорожных билетов по биометрии. РЖД планирует верифицировать пассажиров по лицам и по голосу, пока это воспринимается как возможность. А через какое-то время вполне вероятно, что это станет обязанностью, да. То есть вот люди будут только так и никак иначе приниматься, как говорится, в эти вагоны и в эти поезда. Да, значит, тестирование технологии начнется уже в сентябре. Об этом сообщили в пресс-службе Центра биометрических технологий. Должна сказать, что касательно метро, мы уже видели, как во многих, значит, городах внедряется именно в метро система распознавания лиц по, то есть вход в метро, оплата по лицу, по улыбке, да. И у нас в Милане тоже стоят сейчас такие турникеты. Пока они еще не работают, то есть даже по желанию, пока человек не может пройти, улыбнуться и оплатить. Но эти турникеты поставлены, в определенный момент они будут включены. Я на моем закрытом канале на Boosty показывала вам, как и где они стоят, вот как эта камера выглядит, да. И вот этот человек будет проходить, просто смотреть в эту камеру и оплачивать лицом. Чтобы принять участие в эксперименте касательно российских железных дорог, пассажирам нужно зарегистрировать свои данные биометрические, значит, сфотографироваться и записать свой голос в единой биометрической системе. Как ожидается, испытания должны завершиться к концу года. Но еще больше нас обрадовал гостех. Оказывается, в России готовится платформа искусственного интеллекта для управления государством. Управление конкретно уже государством Российской Федерации. В национальный проект экономика данных могут внести план создания в России уже к 2026 году отдельной платформы искусственного интеллекта для государственного управления. На такой проект могут потребоваться десятки миллиардов рублей. Конечно же, некуда больше засунуть денежки. Все богатые, никому ничего не надо. Только вот в цифровизацию и осталось, как говорится, вложить. Итак, ИИ на гостехе. Федеральный проект искусственный интеллект, который войдет в новый нацпроект экономика данных, могут внести планы по созданию в России к 2026 году цифровой платформы искусственного интеллекта для управления государственной и социальной сферой. А к 2030 году должно быть разработано не менее 30 таких искусственных ИИ-решений, как рассказали коммерсанту источники в правительстве. Также планируется обеспечить доступ к 170 государственным наборам данных для разработчиков ИИ. Директор АНО «Информационная культура» Иван Бектин полагает, что разработкой подобной платформы может заняться, удивительно, Сбербанк. Только у Сбера и у Яндекса есть необходимые компетенции в части ИИ, но последний далек от госуправления. Значит, точно Сбер. Система управления ассортиментом. Что нужно знать? По данным Ирины Львовой, платформа Росреестра обошлась в 20 миллиардов рублей, чтобы создать платформу, то есть какую-то платформу в интернете. Она считает, что и проект потребует еще больше расходов, поскольку будут нужны дорогостоящие кадры, программно-аппаратные комплексы и каналы передачи данных. Для развития межведомственных цифровых платформ, обеспечивающих деятельность органов госвластии в первую очередь для гостеха, федеральным бюджетом было выделено, внимание, 44,27 миллиарда рублей. 44 миллиарда рублей на период с 21 по 24 годы. Я, например, довольна всем. У меня вот такая комнатушка 16 квадратных метров под старость лет. У меня пенсия есть. Я все-таки не голодная, не холодная, слава богу. Пенсия какая? Пенсия? Стыдно говорить даже. Стыдно говорить. Как стыдно-то? Сколько? Ну, ничего, пенсия, можно жить. По ресторанам ходить нельзя. 1020, да? 1020? Да, боже, сохрани такого. Больше? 12, ну что вы! 12. Конечно! Ну и переходим к самой главной новости недели. Вишенка на торте, как говорится, которую вдруг по методичке, конечно же, напечатали практически все государственные СМИ. И ТАСС, и РБК, и, значит, что, лента РУ, и московский комсомолец, и все. Просто все, значит, в унисон пишут нам, что в Госдуме высказались о вероятности вывода из обращения наличных денег в России. МК пишет, через 6 лет России могут не понадобиться наличные деньги. Прогноз аналитиков. РБК пишет, ГОЗНАК анонсировал дискуссию о необходимости наличных денег в 2030 году. ТАСС пишет, дискуссия о необходимости наличных денег в РФ может начаться в 2030 году. Ну давайте же возьмем вот просто так выборочно одну из статей и прочитаем, что же они нам здесь хотят объяснить, каким же образом и почему вдруг они решили отобрать у россиян наличку. И уже прямым текстом это вещают. Итак, статья вышла 10 сентября во всех СМИ, повторюсь, да, 24 года. Значит, они нам здесь говорят. Зам гендиректора ГОЗНАКа заявил, что к 2030 году может начаться дискуссия о необходимости вообще существования наличных денег в России. По его словам, сейчас только 10% платежей проходят с их помощью. То есть они заявляют, что 90% платежей сегодня уже в любом случае безналичные, поэтому нафига вам людишки наличные вообще, что делает бумажные деньги и монеты дороже для банков и выгоднее. В России к 2030 году может начаться дискуссия о необходимости существования наличных денег. Об этом заявил зам гендиректора по маркетингу и стратегии АО ГОЗНАК Георгий Корнилов в ходе форума «Платежный бизнес и денежное обращение 2024». Его слова привели множественные СМИ, в том числе РИА Новости. Я думаю, что в 2030 году, по крайней мере, в публичное пространство будет введен новый дискурс о необходимости иметь в стране, в принципе, наличное денежное обращение. Сказал он, добавив, что это не означает полный вывод из обращения наличных денег уже сегодня. Корнилов отметил, что сейчас только 10% платежей проходят с помощью наличных. Сокращение их объема делает бумажные деньги и монеты дороже для банковой системы, подчеркнул он. По итогам первого полугодия 2024 года объем наличных средств в обращении сократился почти на 600 млрд рублей, что стало рекордом за последние 9 лет. Опрошенные РБК-эксперты назвали причиной этой тенденции повышение процентных ставок. Согласно данным регулятора, средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков в прошлом летом достигла 16,9%, и это рекорд с марта 2022 года. Вместе с тем эксперты указали на исторический минимум доли наличных в обращении, которая составила 16%. Что нам хотят донести? Нам хотят пока зажечь, так скажем, далекую дальний свет, далекую лампочку, чтобы мы начали, ну как бы вот как окно овертона, начали думать, что ой, какой кошмар, какой ужас, скоро у нас не будет наличных, ой, какой кошмар, какой ужас, они уже начали об этом говорить, но это где-то там, в далеком-далеком 2030. Но обратите внимание, что 2030 не настолько далекая, осталось практически 5,5 лет до 2030, даже меньше. И в принципе, дай Бог здоровья, все мы до него доживем. И что, как говорится, нам остается делать? Молчать и все это принимать? Значит, нам говорят о том, что вот практически со дня на день введут уже цифровую валюту, и Путин официально заявил, что в России вводится и тестируется, и к 2024-2025 они планируют полное введение во все сферы жизнедеятельности цифровой рубль. Я вам оставляла видео, и конкретно, где Путин это говорит прямым текстом, что будет значит цифра рубль. Мы разбирали с вами много раз о том, что из себя представляет цифровой рубль, экономисты что об этом говорят, да, и мы прекрасно знаем, какие у него есть лимиты, какие у него есть ограничения, и что это не что иное, как тотальный гулаг, потому что именно контроль за населением будет осуществляться через цифровой рубль. И параллельно с этим вдруг набрасывают тему о том, что вот, пожалуйста, друзья мои, начинайте думать и готовиться к тому, что в 30-м году где-то так примерно наличку-то вам уже отберут, не дадут, и вообще зачем она вам нужна. Если честно, у меня какие-то такие смутные сомнения закрадываются по поводу того, насколько это все прокатит, учитывая тот факт, что наличка на данный момент в России и во многих странах постсоветского пространства это самый важный, как говорится, инструмент коррупции. То есть сегодня вот эти вот, значит, мешки с деньгами, чемоданчики с деньгами, пока еще все это наличка, и мы прекрасно знаем, как процветает коррупция в этих странах, пока еще о ее истреблении, как говорится, я думаю, мечтать очень рано, поэтому в России и в Украине и во всех странах постсоветского пространства будет очень сложно истребить наличку окончательно, как они затеяли и как они это представляют, потому что их же часть вот этой элитки будет противиться этому всячески. Я вот это так вижу, я вижу так, что это будет сложно провести именно по той причине, что на данный момент наличка – это способ воровать. Поэтому, ну не знаю, будем смотреть, как говорится, друзья мои, да, что остается, пишите, что вы думаете по этому поводу, подписывайтесь на все мои соцсети обязательно, это мой бастион, это мой телеграм-канал «Новый мировой порядок сопротивления», и это мой закрытый канал на площадке «Бусти», где я выставляю абсолютно эксклюзивную информацию, которую больше нигде нет. поддерживайте меня как блогера, ставьте лайки, репосты, спасибо за внимание, держимся, думаем, до встречи.